МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нью-Стэссалтэ, Глаз народа. Скажите, пожалуйста, вы на выборы пойдете? Обязательно. И знаете, за кого голосовать уже будете? Пока еще не знаем, но посмотрим. А как вы будете узнавать? Откуда берете информацию? Как вы вообще? Из газеты, от людей, кто что говорит. К нам из избирательной компании, агитатор, приходила, приносила бюллетни. Там книжечка есть. Посмотрим, у кого какие программы. На выборы пойдете? Да. И уже давно определились к кому? Определились. А как вы это сделали? Определились уже как-то заранее. Болосу, плануочу, но гречауси, будешь ущвыкистой, дала то не ищешь. Без тебя симпатии, политики, без удовольствия, приноси. Да, может быть. Да, нет, ничего. Нескわжим, что тут будет агитаций. Да, айско, но учит. А по каким, как истинят? Истиняты, как истинятов, когда вы выборы. Так, что это человек совершит. Не только, что «мужные», но истинят, что это уже совершит. Я вас вообще не знаю, где обещание, когда выборы. Есть же статья за мошенничество. У нас все депутаты, которые баллотируются в СЕИМ, в городской совет, много-много обещают, а в результате ничего. А почему для них не применить статью? Это же мошенничество. Они людям обещают, а в замене ничего не дают. Обманули народ, обманули. Он их в провинишке. А вы интересуетесь местной политикой? Не особо. Не особо, но на выборы пойдете? Пойдем. И знаете, за кого будете голосовать? Мы не спрашиваем за кого. Предполагаю. А как вы определились, по каким критериям? По внешнему виду. Кто-то вам просто симпатичен внешне, да? Ну и кто? Ну и кто, наверное, на кого есть надежда. Неинтересно. Вообще. Голосовать не ходите? Хожу. А как вы ходите, не интересуюсь? А я все время голосую за ***. Ага, понятно. А государственной политикой? Нет, не интересуюсь. Мне так это спокойнее. По телевидению много всего, много слышишь. Главное, чтобы был мэр достойный, честный. Вот и все. Чтобы о людях беспокоиться, особенно о пенсионерах, детях. Все греческие голосуют. А сейчас не сына, а региону жмоню. Ну, не жена. Мне дали некого посадить. Политика интересуетесь? Какой? Нашей, Висагинской? Да. Ну, может быть, но... И на выборы пойдете? Пойду. Но буду голосовать за себя. Вы кандидат? Нет, я не кандидат. Я просто делаю, знаете, как... Вы всех вычинете? Да, всех вычинку из нам пишу свою фамилию. А зачем? А зачем? Потому что голосование все равно нечестное. А в чем нечестность? Ну, я не знаю. Сейчас же голосование есть в интернете еще и так далее. И что? Все подделывается? Ну, я так думаю, что да. И хорошо. А вот тогда из всех кандидатов под кого будет подделано выборы президента? Не знаю. Последний раз, я когда смотрел все наши выборы, это было как? Выключился весь интернет и все равно выбрали Грибовской эти. Наш президент очень много сделал плохого для народа. Мы отказались от транзита газа, от транзита нефти, от транзита электроэнергии в Калининградской области. Это живые деньги. Не надо ничего делать. Деньги идут. Все сломали, а взамен ничего не построили. А кандидатов каких-то вы знаете сейчас, нынешних, новых президента? За кого бы? Я не хочу их перечислять, потому что полку никакого нет. Единственное, кто может что-то сделать, это вот три кандидата. Томашевский, Сквернялис, такой мужик он правильный, может что-то сделать. А остальные, это как шестерки. Они ничего, они только влезут, в карман денег нахапают и все. Как от мэра в городе, так и от президента, наверное, много зависит в стране? Ну, знаете, я как не политик такой, так я не очень и разбираюсь. Я знаю, что за кого голосовать, вот за мэра. И все, больше я ничего не знаю. Государственной политикой? Вот выборы президента будут в следующем году? Ну, конечно, и пойдем. Будем, если здесь на месте, мы же пенсионеры, можем куда-то уехать, поэтому, а если будем здесь, то, конечно, пойдем голосовать. А про кандидатов каких-нибудь знаете уже, кто баллотируется в президента? Вот, вы знаете, я вот... Миничный премьер. Ага, Букаускас? А, нет, это, ну да. Вернялись. А от этой, как ее, консерваторов? Ну, вот эти двух только, а остальных пока не знаем. Какие кандидаты? Да, а что вы можете выбрать? Бути на мне. Нет, на самом деле, в этом году я даже не сомнительный ответ, но, может быть, не spend. Мы будем выбирать президента? Да, нет, я знаю. Может, я не промоку. От президента зависит что-нибудь в стране? Конечно, зависит. И от президента, и от нашего правительства. Единственное, что бы я сейчас сделал, это вот 7 разогнал бы и оставил, как они сейчас хотят, на 20 сократить, а я поставил бы 20, а остальных всех сократил. И эти 20, которые остались, лишить их всех льгот. А эти деньги, которые останутся, которые с бюджета не будут платить, чтобы пошли на пенсии. У нас дети есть, сироты, дети инвалиды. Вот на эти деньги сюда вот и пустить. И вообще вот надо как-то сделать, чтобы депутаты были. Два срока, все. И выгонять их оттуда. У нас сейчас в республике профессия кандидат, вернее кандидат депутат. Вот он залез туда и сидит, 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 пока копыта не откинет. Вот это вот надо как-то решать кардинально. А в совете, извините, нет такой проблемы? В местном нашем совете? В местном? Ну и как-то я в местном совете мало интересовался. Не интересуетесь, а на выборы самоуправления пойдете 3 марта? Нет, не пойду. Мы вообще не местные. А вы не местные? Откуда? С сопредельного государства. С сопредельного. А знаете, какой сегодня в Литве праздник? День независимости Литвы. И вот, может, что-то пожелать нам хотите? Ну что пожелать? Ну пожелать развиваться, чтобы народ не уезжал. Самое главное. Остальное, ну, не знаю. У нас такие же проблемы, как и у вас. Ну, не знаю, мудрости политикам. Продолжение следует... Продолжение следует...